Вайермент, который назвал впоследствии пикапо, это одновременный инструмент музыкального пространства и скульптура. И постепенно в это пространство вошли природные элементы, такие как огонь, вода, воздух, разные еще, запахи. Причем некоторые инструменты были созданы так, что они работали от огня, просто ввели, трансформировался в шум улиц, когда все это приобрело монументальную форму, все это сложилось, все это стало публично показывать. Сначала в коммунальной квартире у себя, в Академском институтном колеце, потом в нашу времен еще были мастерские скулоты, это было время в середине 80-х, когда не было проблем, чтобы получить пространство. Потому что только ты говоришь с начальником ДЭЗа, пообещают делать что-то вроде детской площадки, которая так на самом деле не делалась. Мы это было просто формально, чтобы начальник ДЭЗа чувствовал, что я не алкоголик, я не наркоман, и я не занимаюсь делом, а помещение не сгорит. Вот такие предложения от детской площадки, у него в 6-м 84-м году оказалось разное помещение для мансарда на Солянке, это был главный дом, вы знаете, бывший магазин у Павловского внизу, двухэтажный осадняк, в Академском переулке, впоследствии получивший название, в большейшем истории, как место, и группа одновременно, детский сад, и дом напротив, из коммунальной квартиры я оказался в больших пространствах, и, соответственно, все свои замыслы, которые до этого были где-то в зачатках, сразу стали у меня обретать форму. Ну, постепенно, как бы, вот сейчас, не пока еще, постепенно это все развивалось и развивалось, в том, что время шло, я оказывался на разных территориях, на гипотеатре на Таганке, театре Анатолия Васильева, сходы Пуплюры, еще несколько мастерских, много путешествовал по миру, и в результате, в какой-то момент, когда начинают галерейное зрение, я в Москве, я в галерейное зрение интересов, не имел никакого, и все 90-е практически, я на ту пришли в пространство, в России не появлялся, поскольку мне казалось, это очень, какие-то дела, ну, таким мелким, после вот, полнокровного ощущения себя в среде, в которой санкс строишь, в которой мы совершенно собрались считывать, а не уставлять какую-то одну работу, или первые галереи были маленькие, если вы вспомните, там, Айдан, там, Ксель первая, совсем прочая. Мне было просто неинтересно. И все это время я ездил на разные фестивали по саунд-арту или что-нибудь в этом роде. И я мог пространство, которое тогда не было в России, вот в полном объеме себя представить. В Голландии они предоставляли вот большое здание, ангар, где я выстраивал свою инсталляцию, металлическую, то есть, выходила, все еще, проводила там, где можно было, использовать природные элементы, а втагонику, вступая у меня, постоянно присутствует, а вот даже в гараже здесь нельзя проводить вреда, как бы, все новое, все пожарно защищено, а все, как бы, на дворе надо, все это не случайно, потому что, хотя в свое время вот чем отличается еще время, в 80-е, когда, что я, Анатолия Васильева на Поварской, тогда, ты знаешь, что, ну, да, и нормально все, ну, за сетевым пешком полки, да, все, вот тебя, ну, что-то поставили, все. В результате, один театр на Поварской из-за меня загорелся, что, ну, мы с этой, мы с этой, я не буду планировать, как мы делали, для обдушки театральной жизни. А, знаете, треаколый сидел в тазу, обожив себя котлами, ну, бумага, что тазу был вспыхлый, не фея, не так. Ну, не оказалось кипидар, или чего-нибудь такого, менее репет. как она с ацетоном, который даже не вензин, а вообще в этом смысле абсолютно ужасен и катастрофик. После первого дубля, когда так-то хлопнул, хотелось, что бы не происходило, снимай, а там, как понятно. Но он снимал, и на втором дубле вдруг такая огненная полоса, поэтому беспокойно. Я понял, что обратился к ацетоном, и все же начало кошмарно гореть. А там стояли пластиковые конструкции, ну, декорации, которые наши тоже, спектакль. Я тогда в Театре Василия вместе с Борей Ханановым сотрудничал, вот это дело у меня было в помещении, я просто делал этот стаканер. И начал гореть глицеглаз. Что значит, что это такое? Он понимает, что в небольшом пространстве через 3 минуты это просто остается параличеверкой, и все. А единственный уговор был с Василием, что ни в коем случае не вызывать пазара, поскольку тогда у Театра не было такой мощной поддержки, и он просто прикрылся. Ну, я увидел так, и тушите голубя, и тушил, и потом кекал за водой. А второе здание Театра открылось, так сказать, для Театра Олимпиады на Срединке. Мы там тоже очень долго договаривались, как все, подвесить, что. И выяснилось, что подвесить, может быть, потолок не хотелось укрепить, а были только вот системы тренчерных труб, с которых закачивали вода на случай пожара. И как раз на них я повесил у меня конструкции, в которых в этот момент загорается огонь. Ну, все, кто-то говорит, что подключили всю систему этой сигнализации пожарной, подключили, отключили, но вода там была уже закачена. В момент, когда у меня тоже был загорелся огонь, после которого, естественно, у меня в небольших количествах тогда была вода париться, в общем, полилась вода со всего потолка, и первое, поэтому публика аплодировала, и еще думала, что так и надо. А потом, когда поняли, так немножко стало ставить на прогрессу. Все-таки тоже практически идеально, но не совсем это побычное. Ну, а потом уже, когда все вылилось, пришел Александр, что он снял, и не знаешь, все-таки не беспроладо. Шва привезли собирать, а сам кто-то знал, кто-то знал, кто-то знал, что-то было, когда вместо портера обычно раскладывают ковры. Здесь они на кухне, там надо будет идти дошки, чтобы спасать театр. Но когда прошло три дня, и пульт, который управляет сверху, во всем театр, который ниже находился этажом, и на которой все это время велась вода, как-то, спросил бы он заспуститься вниз, там один фонарк, там светилки, так трагичный, панель там, на вода, и все это было. Но три дня пульт вышел, и у меня спасали генератор. Ну это я к чему говорю, просто так, что все, за это время пока мы не могли показать. Так вот, я начну к трубке вернусь. Я закончил архитектурный спутент инженера с инвеструйства, кто-нибудь, вы знаете, на улице Саково, если я признаю, наверное, в Шараме. Оказался я там, поскольку не был готов, я поступал в МАХИ, но, в общем-то, думал, что это просто, потому что я не был готов к этой стандартной программе. А там я кое-как делал, и потом мне оказались люди, которые окружали меня, и ушли вокруг Вейсберга, и больше пыль. А на самом деле судьба вела меня именно так, как нас. И не надо было вообще, не надо было там оказаться, чтобы независимо делать свое дело. Это еще один важный момент, что очень важно в жизни художника, особенно перформера, прислушиваться голосу судьбы. и устраивать не карьеру, а именно судьбу, следовать этим тонким каким-то линиям, которые в результате приводят к такому событию, как пинок трубочки. Поскольку совершенно нельзя было так спланировать. Я мог там, хотя бы работать архитектор, что-то не очень, не хотелось. А вот этот момент в откровении не случился. Так и вот. Пнул я эту трубочку, и в общем, когда понял, что важно это состояние не зажатости, а именно свободного, и важно потом разговаривать тему и человека, и ну просто там оставить руки там музыкантом, освободить надо. Я говорю, что все должно делать, там должно быть трансладом, а потом освобождаться от разговаривать. И вот этот момент произошел, когда я столкнулся с трубкой. Я говорю, что на примере, я взял с собой две штучки трубку, не ту, но трубку, и колокольчик болтайский, который классический, и самый большой юз, кер-кер-кер-кер. Тут можно оценить, насколько колокольчик, несмотря на его форму, кер-кер-кер, это лучше принято. Все-таки у меня рисуется полнота, вот, вот, деление, потому что, в этом, в этом, в этом, в этом, в этом, в этом, в этом. Звук красивый, но стухает довольно быстро. Может быть, это и не надо, совсем, конечно, не надо. А вот и не надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в результате экспериментов, как раз, я сделал конструкцию изобретения, которые на ударе почти 11 минут. И детям, как пригодилось, пригодилось немного архитектурное образование. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ордв kurte국 особенно послеwho телескоп nichts происходил DimaTorzok И гитар Великобритании Т.е. должен быть крепким И тело собрается в том случае Субтитры сделал DimaTorzok Разрушать, но разрушать сознание Чтобы потом знать, как восстанавливать Разкачивать майк и в таком случае теперь расширяется вверху. Теперь, поскольку мы находимся в гараже, стоя которого наличие связано с дикностью обрамовочек, я говорю, которые тоже в стране можно связаны с обрамованием, действие происходит в Зверевском центре субъеменных искусств в 2000 году. Не помню, за кто, она придумала под названием «Настоящие искусственные чукольки». Вышелка, как вызвал с матом, я в этом, когда, вот я тоже в футбол сезон, была приурочена в том, что Абрамович стал в 12-м чукольке. А поскольку, как я помню, в советских фильмах «Чуколька», на слайде с помощью аэросаней придумал, я решил сделать перформу, в котором те аэросаней каким-то образом отразить. «На одно время при этом по традиции хрущевского высказывания, что если партия высказывает, высказывает, что если партия скажет, то настоящий коммунист должен сесть, было еще принадлежать». Кстати, вот пришел еще один участник этого выступления. У меня оно было эпохальное, поскольку после этих первых аэросаней я их многократно варьировал, как на суше, так и в воде, как на природе, так и в общественных местах. Аэросаней проводился во время арт Москвы и зимой на могиле Моревича в «Лютый мороз», и в летние версии, как гонки на скутерах на Голководию, или просто такой небольшой террористический акт. «Допустим, в центре дом идет выступление народного ансамбля кто-то, кого-то, друг кого, и только выезжают, наверное, сами попереду действиям чужого». Но в рамках как бы вот такого выступления народного, которое немножко псевдо-народное, вот это придает себе некую натуральность. А там еще выникает гвардин, тут опять же сопротивление материал очень важно было изучать. Потому что голые попы по паркету, оказывается, ехать плохо. Не потому что больно, а просто тело прилипает. Так появился хвост, как необходимая составляющая, просто для того, чтобы уменьшить тренинг. Потом это успешно было использовано в СДХ. Ну, так давайте посмотрим первое. Так, первое. Первое посмотрит Аэросаней. Да. Вот этот шаг, да? Похоже. Ну, так вот сейчас я взял. А хотя бы. Показово, шаги, да? Во-первых, уже чуть-чуть. Так, дальше. Так, дальше. Вдруг. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok